Сегодня с Олигорским автобусным парком организованы 45 пригородных маршрутов. В сутки выполняется порядка 250 рейсов. Пассажирским транспортом охвачены все центральные населенные пункты района. Как отмечают в автобусном парке, социальные стандарты, которые предусматривают минимальный уровень гарантии предоставления услуг пассажирского транспорта, выполняются на 100%, в том числе для дальних населенных пунктов района. Для поселков рядом с городом этот показатель достигает 200-300%. На садоводческие товарищества социальные стандарты не распространяются, однако добраться на общественном транспорте можно в каждое из них с началом сезона, который стартует 1 апреля. Кардинальных изменений в организации дачных маршрутов в этом году не будет, отметили в автопарке. Но некоторые корректировки для удобства огородников все же внесли. Будет добавлен один день дополнительно еще на садоводческое товарищество «Дружба», это в районе деревни Поварщицы. Будет организован заезд в садоводческое товарищество «Залесье», которое всегда организовывалось с 1 июня. В этот период будет организовано с 1 апреля. С 1 апреля мы изменим отправление от дачного товарищества «Вазовец» по просьбе жителей улицы Набережной, которые не успевают на 13 маршрут. Время отправления от «Вазовца» будет изменено с 19.30, но 19.20. Ну, как бы вот эти вот все вроде бы они мелкие вопросы, но они доставят немножко более комфортную доставку наших пассажиров. А учитывая, что эти пассажиры в основном пенсионеры, конечно, их нужно обращать особое внимание. Все маршруты в садоводческие товарищества выполняются на условиях самоокупаемости. Однако окупить затраты и сохранить все действующие направления не так просто, говорят специалисты автопарка. Причина – в недобросовестных конкурентах, которые нелегально работают на самых популярных маршрутах, таких как «Авины» и «Горняк-3». И очень жаль, когда, например, бывают сегодня наши конкуренты, частные перевозчики, которые работают нелегально и прямо перед нашим автобусом забирают пассажиров, а автобус едет полупустой. Он становится нерентабельным. И мы где-то хотим потом корректировать рейсы. И вот это вот отношение как бы и пассажиров к тому, чтобы приводит к тому, что рейсы отменяются. Поэтому хотелось бы, чтобы все работали в этой сфере законно, оплачивали проезд. И тогда оно будет и нам выгодно, и пассажирам приятно. При организации маршрутов автобусный парк старается по возможности учесть просьбы пассажиров. Так, с 16 марта начал работать маршрут номер 7, который связывает город с микрорайоном Чижи. Четыре рейса в день выполняют микроавтобусы. Маршрут в первую очередь рассчитан на школьников и организован в удобное для них время. В отличие от частных перевозчиков на рейсах автобусного парка, ребята могут рассчитывать на бесплатный проезд от дома до школы и обратно.